Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Пятый раздел Хеи, 33-й, 40-й стихи. Жажда познания Творца порождает серию просьб. Они представлены в первых семи стихах данного раздела в виде побуждения Бога к действию. «Укажи», «вразуми», «поставь меня», «преклони сердце мое», «отврати очи мои», «утверди слово», «отврати поношение». За словом «укажи» стоит глагол, от которого происходит слово «тора». «Укажи», «вразуми» — это не просто просьба об интеллектуальном просвещении. Они говорят о тех обязательствах, которые готов наложить на себя псалмопевец. «Если Господь укажет путь уставов, я буду держаться его до конца. Если даст понимание закона, я буду его соблюдать и хранить всем сердцем». Если за фразой «до конца» подразумевается жизнь, тогда понятен греческий перевод «всегда». 34 стих. «Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой». Вряд ли здесь речь идет о том, что автор псалма не понимает, что происходит. Разума у него, скорее всего, достаточно. Но эти слова «вразуми меня, и буду соблюдать закон твой» скорее говорят о углублении в познании закона Божия, в том, что он в одной и той же заповеди начинает видеть какие-то новые грани, которые не только ему дают силы продолжать соблюдать этот закон, но и дают какие-то новые смыслы и идеи о причинах появления этих заповедей. Зачем вообще Господь эти заповеди установил? Какой их основной принцип, что лежит в их изначальной основе, предпосылка какова? Поэтому слово «вразуми» вряд ли говорит о том, что перед нами неофит, который не понимает, что происходит. Следование за Богом предполагает выбор. На пути к Богу нет места корысти, жажды наживы, пребыванию в праздности и суете. Фраза «животвори меня» в 37-м и 40-х стихах содержит еврейское слово, переведенное как «оживи меня» в 25-м. Это жизнь по слову твоему, на пути твоем, правдой твоей. Оживляющее слово дает утешение в бедствии. 38-й и 39-й стихи содержат интересную игру смыслов вокруг слов «страх» и «трепет». Страх, скорее всего, был вызван поношением и посрамлением со стороны врагов. А вот «трепет», напротив, в данном случае может рассматриваться как синоним «благоговению». 38-й стих. Я уже, рассматривая предыдущий раздел, обратил ваше внимание на то, что у автора псалма, по всей видимости, был выбор. Он потому не просто так размышляет об этих двух путях. Путь жизни, путь смерти, путь корысти и путь истины. 36-й стих. «Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корысти». Если не вчитываться в текст, мы проскакиваем мимо этой запятой. Давайте попробуем поразмыслить. Если псалмопевец специально делает акцент, а не к корысти, значит, корысть его соблазняла. Значит, был шанс, зигзаг удачи, значит, светило ему какое-то земное добро. Но, видимо, чтобы приобрести это золото или серебро, это имущество, ему нужно было переступить через себя. Или, точнее, переступить через какую-то заповедь Божию. Ну, как, например, «не укради». Есть возможность взять золото и серебро, приобрести какую-то корысть, но для этого надо переступить через заповедь «не украти». И вот кто-то делает выбор в то, чтобы закрыть один глаз, убрать слово «не» и останется только «укради». А кто-то говорит «нет, я лучше помру с голоду, но никогда не сворую». И вот псалмопевец, видимо, стоит именно на этой позиции. На позиции человека, который себя не оправдывает обстоятельством, что вот другие играют по таким правилам, и я должен к ним приспосабливаться. И это очень непростой выбор. С этим выбором сталкиваются многие наши современники, которые занимаются предпринимательством. Православным предпринимателям быть очень непросто, потому что в конкурентной борьбе выживает сильнейший. А в нашей стране, чего греха таить, сильнейшим нередко оказывается тот, кто укрывается от уплаты налогов. Тот, кто злоупотребляет государственным имуществом в личных целях или участвует в тендерах, в которых заранее победитель уже известен. Я уж не говорю про какие-то другие варианты умягчения злых сердец высоких чиновников путем их подкупа. Поэтому быть предпринимателем честным непросто, потому что не всегда при стартовых условиях ты можешь жить в конкурентной борьбе. И мы сейчас встречаем много разорившихся бизнесменов, которые сделали выбор в сторону исполнения заповедей Божьих. Такая жесткая, но объективная реальность. Преклони сердце мое к твоим откровениям, а не к корысти. Надо учитывать, что это еще наставление к юношеству, что очень важно. Если бы наши юноши с младых лет это впитали бы, вот как было бы хорошо. Но в таком случае их надо сразу настраивать, что в обществе неравных возможностей им нужно согласиться с тем, что иногда они будут презираемы. Но белой вороной всегда лучше быть, чем черной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok